Встречи с главой Ленинского района люди ждали и хорошо к ней подготовились. Заранее составили список вопросов и от Олега Хромова хотели услышать, как и когда они начнут решаться. Руководитель муниципалитета приехал в бывший военный городок с конструктивными предложениями по улучшению состояния Петровского. Все они были отображены в новой дорожной карте. Это реконструкция дорог и тротуаров, создание парковочных мест, детских и спортивных площадок и в рамках программы «Школьный двор. Строительство стадиона». У нас есть историческая возможность, приняв городок, в этом году сделать прорыв. Прорыв, который вы увидите уже по окончанию строительного сезона. Я просто вас попросил, именно в этой части, я понимаю, что в инженерке поддержат все, но я попросил бы, чтобы и в этой части вы меня лично, мою команду, которая относится, безусловно, и администрация городского поселения Горки-Ленинский поддержали. Реконструкции ожидают и инженерные коммуникации, канализационные сети в городке в удовлетворительном состоянии, поэтому можно приступать к созданию очистных сооружений, а вместе с тем к ремонту котельной и строительству водозаборного узла. Деньги на благоустройство запланированы в бюджете городского поселения Горки-Ленинский, а также должны поступить по распоряжению губернатора региона из области. На приведение в порядок нынешних и бывших военных городков выделены внушительные средства. У местных жителей наконец-то появилась надежда на светлое будущее. Идя на собрание было, не скрою, такое двойственное чувство. Будет толк, не будет толк. Вот сейчас после доклада какое-то есть успокоение. Если не хотите, даже гармония душевная. Вот хочется верить, что все будет хорошо. Все предложения со стороны власти будут обсуждаться с жителями. А чтобы взаимодействовать было проще, глава предложил общим голосованием избрать представителей от городка Петровское, которые будут работать с администрациями. В результате голосования удалось создать инициативную группу, куда вошло 4 человека. Председателем стал Сергей Прозоров. Появилась надежда, что сказанное главой воплотится в жизнь. И, видимо, глава района готовился к выступлению, потому что он называл именно те болевые точки, которые в городке существуют. И практически добавить к его словам нечего. Если что-то такое найдется, то было предложено взаимодействовать персонально с ним и персонально с главой поселения Горки-Ленинский. Нас это устраивает. Глава отметил, что как будет выглядеть Петровское, зависит от самих жителей, у которых есть две недели, чтобы направить свои предложения и замечания на почту администрации района. Окончательный вариант дорожной карты будет утвержден в правительстве Московской области в мае. Юлия Погосян и Адам Елена Кошелева. Видное ТВ.